Именно такого боя ты уже ждал долгое время, соперник, который давно закрепился в топе рейтинга. Победа над которым может дать тебе должное уважение и признание. Насколько ты был рад, когда тебе предложили бой с Арнольдом Алленом? Я очень рад, потому что, знаете, этот бой может подарить мне огромную возможность. Я могу стать следующим претендентом на чемпионский пояс. Ты считаешь, что победа в этом бою может вывести тебя на победителя пары Волканов с Китапурия? Да, но все зависит от того, как я смогу его финишировать. Но в целом, да, я считаю, что я следующий. Как считаешь, сдерживает ли твое продвижение тот факт, что ты не финишировал ни одного боя в UFC? Беспокоит ли тебя это? И видишь ли ты потенциальные способы, как ты можешь финишировать Арнольда Аллена? Вы знаете, у меня другой стиль. Я побеждаю в своих боях, не допуская ошибок. И мой стиль — это борьба, а не джиу-джитсу или ударка. Это не так просто. Я уличный борец, но в грядущем бою я покажу каждому, что я также способен делать и другие вещи. Надеешься ли ты на победу Ирии Тапурии, учитывая, что до этого у вас однажды уже был назначен бой? Возможно, для меня даже будет лучше, если он победит. У нас с ним есть предыстория. И этот поединок вполне можно провести. Учитывая рейтинги полулегкого веса, возможно, тебе еще предстоит пройти Макса Холлоуэя, чтобы добиться титульного шанса. Но буквально вчера было объявлено, что Макс подерется за пояс BMF против Джастина Гейджа. Если он после этого все-таки не вернется, разочарует ли тебя тот факт, что тебе не выпала возможность с ним подраться? И что ты можешь сказать нам про его поединок против Джастина Гейджа? Макс — это огромная легенда нашего дивизиона. И, конечно же, моя большая мечта — это подраться с ним. И я надеюсь, что он все-таки вернется из легкого веса, полулегкий. Посмотрим, ведь он не столь уж большой. Он не слишком много гоняет. Макс — хороший боец, но в этот раз я считаю, что Гейджи защитит свой пояс BMF. Ты уже дрался со многими специалистами в своем деле. Например, Хаким был ударником, Лопес — грепплер, поэтому мне интересно, когда ты смотришь на Арнольда Аллена, каким ты видишь его набор навыков? Что ты думаешь, что произошло? Я знаю, сейчас я думаю. Я сейчас думаю, подожди. Можно я подумаю о своем ответе? Спасибо. Потому что я постоянно думаю на русском, и потом мне еще нужно время, чтобы перевести все это в уме. Скажи, я подстраиваюсь под любого бойца. Вот мой самый большой плюс. Моя большая скилка — это, что я могу adjust to any fighter in the fight. К этому бою ты готовился в American Top Team. Сколько времени на этот раз ты провел во Флориде? Это уже второй лагерь к этому бою. А во Флориде за последние четыре года я провел даже больше времени, чем дома. Сейчас она для меня стала почти вторым домом. И я со своей командой и со своим тренером готовлюсь уже очень долгое время. К этому поединку я тренировался два месяца во Флориде и два месяца дома. По сумме примерно четыре месяца. Кем были твои главные спарринг-партнеры перед данным боем? У нас там очень много хороших бойцов. И многие помогали мне подготовиться к этому событию. Но моим главным спарринг-партнером был Ситик Мудуев. Он из Дагестана. Хороший борец, хорошо умеет оказывать давление. Ринато Майкану. Кто еще? Ринато Майкану. Он один из лучших бойцов. Грэн Долсон. Я работал со многими бойцами. Даже сложно всех вспомнить. Как думаешь, кто выйдет победителем из титульного боя в следующем месяце между Волкановской и Топурией? Оба парня крепкие, но моим фаворитом является Волкановский. Энстил. Мы видим, как некоторым бойцам приходится много трешточить, чтобы добиться для себя крупных возможностей. Не чувствуешь ли ты на себе давление, что тебе нужно больше заявлять о себе на микрофоне и в социальных сетях? Я скажу всему свое время, я не спешу никуда. Ты говоришь, что подготовка к Мофсору была очень тяжелой. Очевидно, что твой предыдущий соперник Макс — один из лучших ребят в дивизионе, но он первостепенно является ударником. Было ли сложнее готовиться к бою с таким соперником, как Мофсор, чем к бою с Максом Холлоуэем, из-за стиля, который Мофсор демонстрирует в октагоне? Нет, не совсем. Тот кемп был полностью хреновым. Много травм, много всякой херни. Было тяжко. На этот раз все определенно лучше. Что ты можешь сказать нам о наборе навыков Мофсора? Ведь очевидно, ему было сложно заполучить бои с громкими именами и ребят из топа рейтинга. Поэтому он говорит, что люди даже еще не видели, на что он способен против лучших. Как тебе его навыки? Я считаю, что он очень хороший спортсмен и очень хороший боец. Невероятно талантливый и невероятно скилловый. И опасный соперник, знаете. Некоторые из этих моментов мне знакомы. Когда я сам поднимался и хотел драться с ребятами, с ребятами повыше, никто не хотел отпускать свое место. И дрался с бойцом, расположенным ниже. Но даже и за пределами рейтингов есть соперники покрепче. Иногда я смотрю на рейтинги и думаю, что какой-то парень выше меня может быть соперником полегче, чем этот. Да, легко идти на третьей строчке и говорить, что ты дерешься только с первым и вторым номером. Типа, знаете, все этим занимаются, и это хреново. Это ММА, ну а рейтинги, знаете, типа, без разницы. Все, кроме первого места в них, ничего не значит.